Наши многоважаемые судьи готовы? Давайте их встречаем бурными аплодисментами Похлопаем наша судейская коллегия Добрый день Красивые девчонки, красивые мальчишки Что еще нужно? Добрый день, благодарю вас Мы толеранты, да, у нас все красивые Итак, Оль, как только ты будешь готова начинать Поднимаешь руку вверх, говоришь время И, ну, музычку там ставить Тоже скажи Хорошо Прошу прощения Еще одну секундочку Еще одну минуточку Давайте еще раз поддержим Давайте похлопаем Оле Дадим ей заряд своей энергии, уверенности В сегодняшнем и завтрашнем дне Добрый день, уважаемые судьи Меня зовут Ольга И сегодня я буду готовить для вас свои напитки Я начну с альтернативного способа заваривания Это будет кемерс Буду готовить на терне Коффе, родом из Эфиопии Натуральной обработки Коффе произрастает на высоте 2000-2005 Над уровнем моря Это регион Гуджи Приступим Субтитры создавал DimaTorzok Мой рецепт на кемерси Это 30 грамм Олтного кофе Среднего помола Я буду делать Присмачивание 80 грамм воды При температуре 96 градусов Дальше Будет вливание Постепенно По спирали До выхода 350 грамм Присмачивание Будет длиться До 30 секунд Специально для вас Я подготовила воду Чтобы вы Перед тем Наход Конечно Прям ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Примерное время отоваривания от 4 до 4,5 минут. Расскажу теперь про сам кофе, точнее, про напиток, который я приготовила. Это будет очень яркая эфиопия за счет натуральной обработки. В аромате это сладкая выпечка с булочкой с кардамоном. Букет вкуса это лимонный чай с пергамотом. Будет присутствовать также нота в хитлее. Это плотность на битках, очень высокая. Это... Я бы назвала голубичный джемс. С ярким послепусием. Жасмина. И фисташкового мороженого. Очень интересное прочитание. Перед тем, как подать в кемикс, я буду его аэрировать. Это подчеркнет кислотность в копе. Будут ярко выделяться лимон и апельсиновые корочки. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Я буду использовать пиканты для вина. В принципе, он будет вот так. Можете их на кофе. Итак, мой кофе готов. Сейчас я его. Готов? А, подача. Сейчас очень интересная речь. Собственно, хаэрация. Советую вам попробовать черную корочку до 3-х температур, в горячем виде и по мере остывания. Самый яркий, конечно же, будет, когда он будет уже чуть-чуть остыше. Пожалуйста, можете взять ложки и пополучить в чашку. Я разливаю для вас кое. Сначала оцените аромат, а потом приступать. Пока вы оцениваете черный кофе, я начинаю готовить для вас эспрессо. Мой сегодняшний кофе будет приготовлен на зерне. Бразилия, габриэль, габриэль, нонес, ара-ра. Это натуральная обработка с аэробной ферментацией. А 3-6 часов. Получится очень плотная чашка со сладостью выточки. Субтитры создавал DimaTorzok Мой рецепт – это 21 грамм молотого кофе. Точнее, 21,2. С выходом в 40 грамм. Субтитры создавал DimaTorzok Аромат моего эспрессо – это жасмин. Я готова подать для вас эспрессо. Еще раз повторюсь, аромат моего эспрессо – это жасмин. Стильность высокая. Во вкусе – чайные ноты, апельсиновые корочки, мед, послевкусие – аромат. Дальше последует молочный напиток. Я приготовлю его на молоке – парналат, 3,5% жирности. Молоко – это такой процентной жирности, дает тельность напитку. Осталось 5 минут. Благодарю. Молоко – это 주세요. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...